Доброе утро, друзья! Художник – это все-таки образ жизни, состояние души или профессия? Или работа просто? Да. Ну, вы знаете, это, наверное, и образ жизни, и состояние души, это и дар, это и крест, это и профессия. Это много всего, много всего это. Ну, а для вас в первую очередь? Вот это все вместе. Все вместе, это как раз про вас, да? Скажите, чтобы стать хорошим художником, существует ли какой-то рецепт, есть ли какое-то правило? Ну, вот замечательно, что хорошим художником, да? Потому что для хорошего художника рецепт есть. Есть рецепты для великого художника, но это страшная тайна, об этом никто не говорит. А хороший художник – это надо просто много работать и честно работать. Вот и все. И обязательно станешь хорошим художником, хорошим врачом, хороший поваром, кондитером. Хороший художник – это тот, кто востребован, чьи картины пользуются спросом или нет? Или это внутреннее ощущение какое-то? Ну, как сказать, тот, кто востребован. Ведь мы знаем на примере истории, что бывает, что великолепные, гениальные художники были все время маловостребованы. Поэтому это сразу отпадает. Видимо, еще раз говорю, тот, наверное, хороший художник – тот, кто честен в своем искусстве. И он обязательно потом займет свое место. Но мы знаем, Сергей, что вы преподаете в Центре искусства для даренных детей Севера. Вот прежде всего, с чего начинаете обучение? С чего начинаете обучать людей? Тех, кто хочет писать? Тех, кто может писать. Вы сразу видите издалека. Любое обучение, если к нему подходить, так скажем, академически серьезно, то мы, конечно, в грамотности. То есть мы учим обыкным простым вещам. И постепенно, постепенно. То есть что такое конструкция, что такое тон, что такое основные законы, композиции и так далее, и так далее, и так далее. То есть постепенно, постепенно, как любое образование, от простого к сложному. Ну, как говорится, рыбак рыбака простенький. Мы здесь далека. Да, а художник художника. То есть можно ли определить, все-таки выйдет толкость человека или нет? Ну, знаете, тоже зависит от каких-то таких индивидуальных особенностей. Ну, бывает, что ребенок на первых этапах как-то очень вяло, где-то потерянный. Бывает, даже доходит до четвертого курса. То есть как бы человек особо ничего не предвещает, а потом происходит какой-то такой рассвет, такой рывок происходит, и человек раскрывается. Бывает так. Бывает совершенно наоборот. То есть вроде бы одаренный, способный, вроде много работает, так, все понимает, с полуслова. И потом раз, и постепенно гаснет. То есть это, ну, вот наша задача, чтобы они не гасли, и чтобы раскрывались. Как вы думаете, в наше время сейчас профессия художника вообще востребована? Она нужна? Ну, знаете, профессия художника, это вот та же самая необходимая. Что делать человеком человеком, в общем-то, это одна из составляющих, что делать человеком человеком. Как театр, как музыка, да, как поэзия. Если это что-то одно выдержанное, да, то, наверное, человек, наверное, перестанет быть полноценным человеком. Поэтому художник, он всегда нужен. А разные там разнотолки, что там, по принципу, там выгодно, невыгодно, обязательно, необязательно. Это все, я думаю, немножко от лука войдет. Есть ли у вас какие-то любимые кумиры или любимые художники? Ну, если бы меня спросили лет 15-20, нет, не 15-20, лет уже, наверное, 30 назад, вот, я, так сказать, замолодился. Вот, я бы, наверное, так сейчас бросился в голове перебирать, почему тут лучше этого, или, допустим, почему бы я так сказал. Есть очень много достойных художников, которым я в свое время пытался подражать, когда учился, так, вот, то есть они и мастера, как бы, скажем так, более ранние, и современные буквально, очень любил в свое время Моисеенко, когда учился. Вот, вот, а в течение времени я понимаю, что, да теперь, что такое полиинформации большое-то, то есть мы можем столько видеть, ну, новых, раньше, которых даже не знали существования, потому что доступ большой к информации. Вот, то есть это, вот, в самом деле, такой пласт, ну, было бы, я думаю, неверно кого-то так выдергивать, вот это вот хорошее, вот это вот не очень, потому что очень много достойных. Ну, конечно, преклоняюсь перед мастерами возрождения, тут споров нет, я, наверное, в этом, как бы, не одинок, вот. Ну, а самый-то, наверное, главный художник, это все-таки, наверное, творец в ипостасе природы, он, наверное, без всяких сомнений, самое главное. Вне конкуренции. Да, Сергей, что, ваш источник вдохновения, что вас заставили творить? Ну, вдохновиться можно по-разному, скажем, так, то есть можно просто что-то увидеть, можно что-то накопившееся, бывает, долго что-то, вот, выехал на природу, я долго находился там, допустим, не еду, потом не какой-то раз, там, целое какое-то, уже сформировалось какое-то такое, проявление какого-то образа, так, это может делиться вдохновением. А вообще-то, есть еще, кроме вдохновения, такая потребность, вот потребность, просто, если ты не делаешь долго что-то, да, ты себя как-то не любишь, не чувствуешь, знаешь. То есть, вовсе не хочется. Да, да, ну, просто, вот, я говорю, что это какой-то крест своего рода, крест, просто вот, надо делать, надо делать, надо делать. Жажда своего рода, да? Ну, да, жажда вот такая. Сергей, спасибо вам огромное, что пришли к нам в этот праздничный день, мы вас еще раз поздравляем от всей души с Днем Художника. Спасибо. Вам вдохновение, конечно же. Ярких красок. Да. Спасибо. Друзья, с гостем прощаемся, вам говорим, оставайтесь с нами, вернемся буквально через несколько минут.